Уступи дорогу специальному транспорту на звание совместной акции, которую провели сотрудники ГАИ и РОЧС. Такие мероприятия службы проводят с определенной периодичностью. Обусловлено это тем, что случаи, когда транспорту с проблесковыми маячками не уступают дорогу, имеют место. Насколько охотно автомобилисты уступают дорогу спецтранспорту, сотрудники ГАИ и МЧС проверили в ходе рейда. Они имитировали выезд пожарной машины по тревоге. Маршрут движения пролегал по оживленным улицам города. Сирена, мигающие проблесковые маячки, для законопослушных водителей – знак уступить дорогу спецтранспорту. Но, как показывает практика, это происходит не всегда. Такие случаи для сотрудников спецслужб – повод в очередной раз напомнить автовладельцам о важности предоставления преимущества специальному транспорту. Ведь одним из главных факторов успешных действий при чрезвычайной ситуации является своевременность прибытия экстренных служб к месту вызова. Подобная акция проходит в городе не впервые. Основная ее цель – совершенствование организации дорожного движения, привития водителям культуры поведения. Как отмечают инспекторы ГАИ, водители зачастую невнимательно относятся к нештатным ситуациям на дороге. Препятствуют движению автомобилей специального назначения, не уступают им дорогу, игнорируя включенные маячки и сирены. Сегодня нас не видели, завтра скорую, послезавтра кого-то. А ведь в правилах дорожного движения черным по белому написано, при появлении транспорта специального назначения с включенными сигналами автомобили, движущиеся в попутном направлении, обязаны освободить проезжую часть для беспрепятственного проезда. Если водитель игнорирует данные требования, за это предусмотрена административная ответственность. Административная ответственность предусмотрена по статье 18.14.9 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции которой, значит, следующее. Штраф от 2 до 10 базовых, что в настоящий момент составляет от 46 рублей до 230 рублей. И лишение до одного года. Все проводимые операции, такая, как уступить дорогу спецтранспорту, а также другие операции, они, в принципе, всегда дают положительный эффект. Люди немножко более внимательно на дороге быть. При этом, что спецтранспорт не просто ему дорога уступает, а именно должны в обязательном порядке уступать дорогу, потому что спецтранспорт едет именно по спецназначению. И, то есть, скорая, значит, движется для оказания помощи. Сотрудники милиции выдвигаются на место происшествия, где нужно в кратчайшие сроки прибыть и оказать помощь, либо провести какие-то другие действия. При проведении операции были замечены недостатки со стороны пешеходов, так как, согласно требованию правил дорожного движения, пешеход обязан прекратить дальнейшее движение и также обеспечить безопасный проезд спецтранспорта. Отдел ИГАИ по чрезвычайным ситуациям обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой пропускать автомобили экстренных служб, не препятствовать их проезду. Ведь специальный транспорт с включенными сигналами не ездит по городу просто так. Он направляется туда, где людям нужна помощь. И чем скорее специалисты прибудут к месту вызова, тем больше шансов спасти человеку жизнь и здоровье, сохранить его имущество.